Приветствую, братья и сестры! Время начинать наше вечернее служение. Псалмопевец Давид говорит в 140-м псалме такие слова. Да направится молитва моя, как фимиам пред лицо Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя. Положи, Господи, охрану уста моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных. Вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их. Помолимся Господу, попросим благословения на наше служение. Отец наш Небесный, мы Тебя благодарим, что еще раз в этом дне мы можем собраться вместе, для того, чтобы вместе помолиться Тебе, иметь общение друг с другом, Господи. И Ты Духом Святым, мы верим, присутствуешь сам с нами. Ты влечешь нас в это общение, Ты, Господи, приготовил нам пищу духовную. Благодарим Тебя за это. Благослови и наши молитвы, всякое наше участие, песнопения наши, все свидетельства. Ты прими к престолу благодати, как жертву вечернюю. Да будет это все, как фимиам пред лицом Твоим, благоугодный Тебе и для славы Твоей. Благослови наши сердца вознестись к Тебе, искать этого общения, дорожить им, Господи, пребывать в этом общении не только здесь, но и постоянно в нашей жизни, искать общение с Тобою и поклоняться Тебе. Благослови, пребудь с нами и будь прославлен за все наш Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. У нас участие сейчас будет в воскресной школе, и потом мы будем петь общим пением. Благослови, пребудь с нами и для славы Тебе. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Господь творит правду и суд всем обиженным He made His ways known to Moses, His deeds and to the people of Israel Шадей милости Господь только тепелив и нога милостит Не до конца гневается и не вовек негодует Благословите, Господа, все воинства Его, служители Его, исполняющие воли Его Благословите, Господа, все дела Его во всех местах, владычество Его, благословите Его Благословите, Господа, начальнику хора сынов Кореевых на музыкальном орудии Аламов Песень Бог нам прибежитшие силы, скорый помощник в бедах Пусть шумят, вздымаются воды их, трясутся горы от волнения их Вечные потоки веселят град Божий и святое жилище Всевышнего Бог посреди Него, Он не поколеблется, Бог помогает Ему с раннего утра Восстали народы, двинулись царства, Всевышний дал глазу и растала земля Come, behold the works of Jehovah, what He had made in the earth Прекрашая брани до окончания века Скушил лук и переломил копье, колесница, жег огнем Бестон, know that I am God I will be exalted among the nations I will be exalted among the earth Amen И я в тебя никуда не уйду Божий опор от моих Милость своя Надо мной берега Ночью и днем Откручает меня Вместе и счастье Все на земле Милость своя Будет мечтать ко мне Мило подкручаешь и любишь прощать Если подкнусь и упаду Духу случаясь и свершить преподать Чтобы продолжил я путь Милость своя Когда мной берега Ночью и днем Откручает меня Вместе и счастье Все на земле Милость своя Будет мечтать ко мне Господи Милость своя Велика И глубока И широка Высшит Дальник Небес облака Нет возле Симана Милость своя Милость своя Давно вновь берега Ночью и днем Откручает меня Вместе и счастье Все на земле Все на земле Милость своя Будет мечтать ко мне Милость своя Надо мной Велика Ночью и днем Откручает меня Вместе и счастье Все на земле Милость своя Будет мечтать ко мне 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 Спасение Вечное Вене Христос Святой Вене Мы Счастье Плодеем Погнали Сточник Вечный Силь Мы Смело Самый Сочный Герой Шripом И Герой В июль Мы Герой Мин香 Со Герой Б� little Окля Святой ПЕСНЯ 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 И описывает переживания пророка, связанные с одним большим таким событием, которое неожиданно пришло в его жизнь. Мы будем читать из трех глав выборочно какие-то стихи. Они все об одном событии, как Аввакум принял это известие, как он его переживал, как с ним боролся, как искал выхода, и как заканчивается его эта книга, его выход из этой ситуации, какое он увидел избавление в этом. Пророк Аввакум видит видение, что на Израиль надвигается страшное бедствие, будет война, будет ужасное разорение и катастрофа. Первая глава, пятый стих, он говорит, Господь говорит, «Посмотрите между народами и внимательно взглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому бы вы не поверили бы, если вам рассказали». Господь открывает пророку, что наступает время суда для народа Божьего. Пророк видит то, что произойдет, и он в страшном, в таком подавленном состоянии. Он понимает, что будут тысячи и тысячи убитых, что будет все разорено и разрушено. Нормальной жизни уже не будет. Враги, которые придут, не пожалеют ни женщин, ни детей, ни стариков. То есть то, что увидел он, повергло его в ужас, в страх. Вот посмотрите, в третьей главе, в третьей главе, 16 стих, он говорит, «Я услышал и вострепетала внутренность моя, при вести о сём задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, колеблется место подо мною». То есть когда он увидел, осознал то, что ждет Израиль, какая беда скоро начнется в его стране, он говорит, что «вострепетала внутренность моя, при вести об этом задрожали губы мои, боль проникла в кости мои, место заколебалось подо мною». То есть такое стрессовое состояние шока, когда он понял, что ждет Израиль, какое бедствие идет на Божий народ. Братья и сестры, в нашей жизни бывает, вот беда приходит вот так же неожиданно. Наверное, кто-то уже переживал или переживает это, когда внезапно приходит известие о смерти сына, дочери, когда известие о смерти мужа, жены такое внезапно, или сообщение о том, что болезнь неизлечимая, или какие-то страшные потрясения. Знаю, что когда началась война, то многие несколько дней просто не могли спать вообще. Вот так тяжело переживали это все происходящее. И вот пророк Аввакум переживал то же самое. Это было настолько страшно, настолько непонятно. И он видит народ, который придет порабощать Израиль. Он видит, это полчища халдеев, царь Вавилонский. И посмотрите, как он описывает. Господь говорит, вот я подниму халдеев, народ с 6 стиха 1 глава. Вот я подниму халдеев, народ жестокий, необузданный, который ходит по широтам земли, чтобы завладеть непринадлежащими ему селениями. Страшен и грозен он. От него самого происходит суд его и власть его. Быстрее барсов кони его и притчи вечерних волков. Скачет в разные стороны конница его. Издалека приходят всадники его. Прилетают, как орел. Бросаются на добычу. Весь он идет для грабежа. Устремив лицо свое вперед. Он забирает пленников, как песок. И над царями он издевается. Князя служат ему посмешищем. Над всякой крепостью он смеется. Он насыпнет осадный вал и берет его. Вот такие люди, он понимает, придут на его народ. Это люди, которые не пожалеют ни женщин, ни детей, ни стариков, которые будут все уничтожать. После них только смерть, разруха, хаос. Он понимает, что на земле нет силы, которая могла бы противостать его. И буквально земля уходит из-под ног. В нем все переворачивается. Он слабеет. И он начинает задавать Богу вопросы. Он обращается к Богу. Посмотрите, он говорит, 12 стих. Не ты ли издревле, Господь, Бог мой, святой мой? Мы умрем. Ты, Господи, только ты для суда попустил его. Скала моя, для наказания ты назначил его. Чистым очам твоим несвойственно смотреть на злодеяние. Смотреть на притеснение ты не можешь. Для чего же ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Он обращается к Богу и как бы спрашивает о справедливости. Говорит, Господи, что происходит? Почему так? Почему нечестивец поглощает того, кто праведнее его? Он как бы говорит, Господи, но Израиль же не хуже халдеев. Но почему его должно постигнуть такое бедствие? Сегодня люди говорят, ну почему на Украине такое бедствие? Но она же не грешнее стран Европы. Аввакум обращается к Богу, обращается к Богу, Господи, но ты только для суда попустил его. Господи, для наказания ты не можешь равнодушно смотреть на это. Братья и сестры, вопрос, который очень часто задают люди. Есть ли Бог любовь? Почему на земле столько зла? Есть ли Бог такой милосердный? Почему Он допускает бедствия в нашей жизни? Почему столько страданий в жизни верующих? Почему столько несправедливости? Почему люди, не чтущие Бога, живут спокойно и хорошо, а верующие проходят такие тяжелые, суровые испытания? Братья и сестры, есть вопросы, на которые на земле ответов нет. Слово Божие горит сокрытое, принадлежит Господу. Открытое нам, если нам, нашим, чтобы мы исполняли заповеди Его от века. И посмотрите, вот Он находится в таком переживании. Находится в таком переживании. Задает Богу вопросы. У него депрессивное подавленное состояние. Руки дрожат. Земля уходит из-под ног. Он просто видит ужас и бедствие, которое идет на рот. Что делает Он? Он молится, обращается к Богу. Вторая глава говорит. На стражу мою стал я, стоя на башне, наблюдал, чтобы узнать, что скажет Он во мне и что отвечать по жалобе моей. Смотрите, что делает Аввакум. Он уединяется с Богом. Он остается один на один с Богом. Он входит в молитвенное общение с Богом. Братья и сестры, я думаю, вот это ответ. Вот это центр молитвенной жизни. Вот это центр всего. Знаете, я хочу напомнить, как был устроен Иерусалимский храм. Он состоял из трех частей. Первая часть – это внешний двор. Потом святилище. И святое святых. Во внешнем дворе была большая территория. Там было самое такое большое движение. Там приносились жертвы. Там собирался народ. Там левиты заколали скот. Лилась кровь. Там народ исповедовался, молился. То есть там было очень такое стильное движение, стечение народа. Много дел всяких проходило. Во святилище было более спокойно. Там горели подсвечники. Там стояли хлебопредложения. Лежали. Там менялись хлебопредложения. Ходили левиты, священники. Все было тихо, чинно, спокойно. Из завесы было святое святых. Один раз в год туда заходил первосвященник. Братья и сестры, если посмотреть со стороны, то казалось бы, что основная жизнь храма была там во дворе. Вот там куча людей, вот там движения, там жертвы, там молитвы, все там. На самом деле, жизнь Израиля, жизнь храма управлялась во святом святых. Вот там первосвященник заходил, вот там получал слово от Господа, вот там было откровение. И знаете, когда Господа распяли, когда Христа распяли, все, Господь оставил храм, завеса раздралась. Почти 40 лет еще продолжались служения. Еще 40 лет почти заколались жертвы, ложились хлебопредложения. Но толку уже от этого никакого не было. Потому что Бог уже храм оставил. Потому что во святом святых Господь уже не открывался народу. Знаете, это хороший урок для нас. Нужны церковные молитвы. Нужны молитвы друг за друга. Нужны служения и в церкви, и вне церкви, братья и сестры. Очень много различных видов служений. Но если нет вот этого, если нет личного предстояния перед Богом за закрытой дверью, то все остальное теряет смысл. Братья и сестры, наш Бог не Бог толпы. Наш Бог – Бог личности. Бог всегда начинает с одного человека. Если нет вот этого, один на один уединенной молитвы перед Богом, все остальное уже не имеет смысла тогда. Как-то ко мне в церкви подошла одна сестра и говорит, я хочу организовать молитвенное служение среди сестер. Как ты себе представляешь? Она говорит, ну, хочу собрать сестер с церкви, с области, вот прочитать там места о молитве, поставить хорошие проповеди, послушать и предложить сестрам, кто хочет молиться, организовать какую-то молитвенную цепочку, группу и начать молиться. Я ей сказал, Наташа, давай не так сделаем. Давай не вот так сделаем, а вот так. Большие реки начинаются с маленького ручейка. Давай, если Бог тебя побуждает к молитвенному служению, ты одна, с закрытой дверью, начнешь молиться Богу. День и ночь, может быть год, может быть два, может быть три. Потом у тебя появится подруга какая-то помощница вдвоем, втроем. Это будет тайная молитвенная группа. Потом у вас будет три, пять человек. Может быть, о них никто не будет знать. Потом это перерастет в большое движение. Может быть, по всей стране. Но пока ручейка не получилась, братья и сестры. Мне братья говорят, у тебя есть дар портить людям настроение. Братья и сестры, вот если нет, если нет вот этого уединенного общения с Богом, тогда все остальное не имеет смысла. Вот Аввакум становится на стражу перед Богом. Он вопиет к нему и ждет, что Бог скажет ему. Вы знаете, я помню, когда мы жили на Украине еще, мы жили на краю города, и там у нас сразу за городом были скалы такие. Такие высокие, наверное, где-то с пятиэтажный дом, красивые такие. И они за день прогревались. А вечером, когда уже солнце садилось, я любил уходить на эти скалы. Они такие теплые были, знаете, тиха украинская ночь. Они такие теплые. Вот, кузнечики поют. Я там молился, песни пел. И, знаете, потом, когда время прошло, я уже уехал в Россию, только потом понял, что то, что происходило на этих скалах, я даже не понимал. Ну, просто, казалось, молился, пел песни, просил Бога о чем-то, прославлял Бога. Вот там Бог давал откровения, которые стали определяющими для меня на всю жизнь. Я только потом понял их, что мне стало понятно, что такое церковь. Знаете, можно кучу книжек прочитать, там, учебных заведений закончить. Но одно дело, когда мы умом это понимаем, другое дело, когда Бог открывает. Вот там услышал призвание на служение, ехать в Россию. Вот там, как бы, Бог открыл, как бы, дал понимание, взгляд на себя, на жизнь, отношение к деньгам, к людям. Как бы, я только это потом понял. Я думал, что это просто естественно пришло в мою жизнь. Думал, почему эти другие этого не понимают. А потом мне стало понятно, наверное, у них не было вот этих скал. Не было вот этого молитвенного общения с Господом. Я вспоминаю это, братья и сестры. Это прекрасное время. Это время, которое изменяет нас. Это время, которое нас изменяет. Когда вот человек один на один в молитве перед Богом обращается к Господу. Вы знаете, вот что меня сегодня смущает, когда молодые братья выходят за кафедру сюда? У нас и у вас, знаете, что смущает? То, что у них не дрожат руки, у них не пересыхает язык, то, что они себя уверенно чувствуют на кафедре. Меня это смущает. Знаете, о чем это говорит? Мы часто не понимаем, что вот здесь происходит, кто мы есть. И что мы делаем? Что мы возвещаем Божьи истины. Христианство, оно сверхъестественно. Что христианство – это не убедительные слова человеческой мудрости. Это не попытка достучаться до разума. Это сверхъестественное действие Духа Божьего на разум человека, на совесть человека. Когда в простоте, в глубоком смирении, в сознании своей бесполезности и немощи, человек становится перед Богом, выходит на кафедру, и Бог действует. Раньше братья говорили, нам нужна кафедра, чтобы не было видно, как дрожат наши коленки. Братья и сестры, вот когда приготовил человек проповедь или песню, или стихотворение, и с этим уходит в молитвенную комнату, закрывает за собой дверь, становится перед Богом на колени. И говорит, Господи, без Тебя это такая пустота. Это просто набор красивых призывов, каких-то деклараций. Господи, если Твой Дух не подействует, это все напрасно. Я прошу Твоего благословения и силы. И вот тогда Бог начинает действовать, братья и сестры. И простая проповедь, простые песни. А действует Божий Дух, и этого достаточно. И этого достаточно. Аввакум. Аввакум стоит. Вот на такой страже молится Богу. Вы знаете, у него очень искренняя молитва. Он вопиет. Он не понимает, что происходит. Почему? Почему такое? Почему святой справедливый Бог, владыка вселенной и такие бедствия? Почему Израиль не хуже халдеев? Ну да, грешники, но халдеи же намного хуже, они язычники. Это вообще страшные, жестокие люди, поклонники. Ничего святого нету. И Бог попускает наказывать Израиль. Почему? И приходит ответ, братья и сестры. И ответ приходит не такой, какой он ждал. Посмотрите, что Господь говорит. И отвечал мне Господь и сказал, запиши видение на черта ясно на скрижалях, чтобы читающий легко мог прочитать. Ибо видение относится еще к определенному времени. Это вторая глава, братья и сестры, второго стиха. И говорит о конце и не обманет. И хотя бы и замедлило, жди его, ибо непрестанно сбудется, не отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. Господь говорит, душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. Братья и сестры, ответ, наверное, не такой, какой ждал Аввакум. Что говорит Господь? Он говорит, этот мир лучше не будет. Этому миру ничто не поможет. Никакой царь, никакой президент его не изменит. Мир будет только хуже. Душа надменная не успокоится, а праведный верою жив будет. Братья и сестры, ответ очень странный, ответ непонятный, но вот такой ответ Бог дает Аввакуму. Знаете, вот в Библии очень много таких мест, когда непонятно, что происходит. Вот 24 глава Матфея, Господь говорит, бедствия будут, воины, военные слухи, не ужасайтесь, не ужасайтесь, надлежит этому всему быть. Потом, говорит, это начало болезней, начало. Потом, говорит, будет предавать вас на смерть, во многих охладеет любовь. Какой выход? Молитесь, и Бог избавит. Терпением вашим спасайте души ваши. 14 главе Откровения, когда Иоанн видит души убитых под жертвенником, вот они вопиют о правосудии. Господь говорит, потерпите немножко, пока еще остальные братья будут убиты ваши, убиты. И наполняет число, и дальше, ниже там, отныне напиши. Так говорит Дух Святый, да? Блаженны мертвые, умирающие в Господе. Братья и сестры, вы знаете, наш Бог непостижим. На земле не понять причину страданий и скорбей. Не понять причину страданий и скорбей. И вот здесь нужна вера. Вера, как смиренное упование на Бога. Вы знаете, есть разные уровни веры. Есть вера, которая получает просимое. Есть вера, которая получает просимое. Молится человек, дети заболели. Пришел ответ, да? Много свидетельств есть, когда верующие говорят, что только Бог избавил нас от опасности. Только Бог мог сделать так, что мы купили этот дом. Только Бог нас провел таким путем. Слава Богу, братья и сестры, это вера, которую действительно человек просит, получает. Есть более высший уровень веры, когда человек не получает просимое. Когда человек просит, а становится только хуже. Или нет ответа. Или ответ приходит не такой. Ответ приходит не такой. И человек прославляет Бога. Знаете, это высший уровень веры. Когда молится человек, просит. Апостол Павел говорит, я трижды просил об исцелении. Трижды просил, Господи, ну так тяжело, была какая-то немощь. Вот так тяжело, так хочется, чтобы более полноценно нанести служение. Господь не дает ответа. Не дает ответа. Непонятно почему. Братья и сестры, вы знаете, вот в чем сила молитвы? В чем сила молитвы? Я думаю, что, во-первых, когда она уединенная молитва есть. Это самое важное, чтобы была уединенная. Во-вторых, это искренняя молитва. Посмотрите, какая борьба проходила в сердце пророка Аввакума. Он очень искренне обращается к Богу. Он говорит о переживании, о непонимании Бога, о несправедливости в мире, о том, что у него нету сил противостоять всему этому. И потом он принимает решение смириться перед Богом и проявление веры Аввакума. Вы знаете, высшая форма веры, как смиренное упование на Господа. Господи, я тебя не понимаю, но я тебе верю. Вот высший уровень веры. Вот это сила молитвы, братья и сестры. Когда человек искренне перед Богом и когда доверяет Ему, Господи, не понимая, что происходит, но знаю, что ты совершенный Бог, он описывает здесь свое понимание Господа, Его величие, как перед Ним трепещет Вселенная, трепещет Земля, как все в Его власти. И в конце концов он приходит к выводу, что я должен быть спокоен в день бедствия. И потом, братья и сестры, знаменитые такие слова, мы поем их песню, да, «Хотя бы не расцвела смоковница». Выше он говорит, «А я должен быть спокоен в день бедствия, когда придет на народ мой грабитель его. Хотя бы не расцвела смоковница, не было плода на виноградных лозах, маслина изменила, Нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но тогда я буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения моего». И он принимает решение, братья и сестры, это шаг веры, ничего не изменилось. Враг пришел на землю. Он говорит, «Я должен быть спокоен в день бедствия. Я должен быть...» «Я буду радоваться о Боге спасения моего». Братья и сестры, я думаю, что мы прожили с вами 20-30 лет очень спокойного, хорошего времени. Наверное, впереди всех ждут трудные времена. Я сегодня утром слушал МакАртура, на Ютубе выплыла его проповедь. Он говорит о тех беззакониях, которые совершают власти в Калифорнии, о том, что происходит там, о том, что ждет церковь впереди. Знаете, действительно, может быть, очень трудные времена для церкви, когда будем испытаны и когда за верность Господу придется платить какую-то высокую цену. И вот Аввакум прошел через это, через борьбу, переживания, непонимания, и потом принимает решение, я буду радоваться о Боге спасения моего. Братья и сестры, ключевая мысль, я думаю, что когда мы осознаем то спасение, которое предложил нам Бог, то это самое высшее, чему может радоваться. Слово Божие говорит, что когда мы придем в вечность, то вот эти земные страдания, они вообще ничего не будут значить. И то спасение, оно настолько великое и славное будет, что те трудности, которые перенесем мы, даже если кто-то жизнь отдаст за веру, за верность Христу, оно ничего не будет значить по сравнению с тем, что человек приобретет там. Настолько ценно, настолько велико и славно. И он говорит, хотя будет разруха, хотя жизнь сложится не так, как у меня будет, пусть все пойдет не по плану, полностью все потеряю, я буду радоваться о Господе. Братья и сестры, это не какая-то чувственная сфера, это шаг веры, это было волевое решение, которое он принял. Я не понимаю, что делает Бог, но я смиряюсь перед Ним, и я прославляю Его великое имя. Братья и сестры, когда мы вот так будем молиться Богу, когда с искренним сердцем, в глубоком смирении, и будем принимать то, что дает Он нам, будут ответы на молитву. Поэтому пусть Господь благословит нас. Давайте мы помолимся сейчас с вами. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok ПЕСНЯ 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 ПЕСНЯ